всем привет с вами снова голос паши лобанова и слова от пули снегопада разбор понятий живешь ли ты по конам или по законам по конам жить это выполнять правила своего сердца и перед вселенной твоей душе оправдываться будет не нужно а вот те кто живет по законам то есть творят преступления они идут сами против себя и вселенная с них сделает спрос к слову паразиты боятся жить по законам они всячески выполняют коны но чтобы коны нарушать было кому для этого и существует зомба школа зомба сми зомба политики и прочие инструменты которыми зомбируют толпу в итоге получается толпа слушала паразитов и вселенная с нее сделает спрос а паразиты которые к этому подтолкнули у них фигурально руки чисты второй момент есть такое понятие человек черноротой на самом деле это понятие искажено приведу пример моя мамка всегда живет по кону курицы в жизни не зарезала собирает орех под деревом обязательно его погладит поговорить с ним и выразит благодарность то есть благой человек но была такая ситуация ехала она с человеком тормознул гаишник мы могли разойтись по мирному но нет же гаишник захотел денег и забрал у водителя права мамка сказала чтоб ты до утра голову потерял так и случилось гаишник потерял портмоне где кучу таких же прав было то есть других жертв на которых он хотел нажиться человеку пришлось продавать свое имущество честно награбленная на простых людях чтобы отплатиться от суда от него жена ушла так как портмоне украли проститутки с которыми ночь тогда провел его выперли с работы обычно говорится что якобы человек черноротой но кто кому зло хотел принести кто заслуживал наказание это в толк надо взять всем и врачам которые ради своего кармана навязывают вредные лекарства людям и учителям портящим жизнь стольким детям и гаишникам и прочим и вы выдергиваться можете на таких же преступниках как вы сами но если вы попадете на человека который живет по конам и которого вселенная слышит и любит то как заслужили это то сама вселенная с вас и спросит и при этой жизни и после нее так что задумайтесь третий момент так называемая правящая элита которая во первых марионетки во вторых и аватары паразитов как там легенды говорят ангелы и иеговы могут вселяться лишь в избранный сосуд передаваемый по наследству гуглим каждого так называемого президента что их отец до этого творил и получаем положительный результат но ведь они часто трогают и тех кто по кону живет и кого вселенная любят почему их кара не настигает на самом деле паразиты за них переживают иначе если бы их кара настигала как положено они не были бы такими тупыми и боялись бы противоречить вселенной вводим в гугл запрос на настоящее имя каждого политика и получаем ответ что они все под кличками что подтверждает боятся они кары вселенной в этой жизни то есть если хотите чтобы вселенная наказала аватар паразита узнайте в начале его точную фамилию к слову совет вселенной обратить внимание не только на аватарную на тех кто им управлял но это если по настоящей фамилии адресовывать ко вселенной на рассмотрение кто нарушает коны и зло вам принес а есть же и визуальное идентифицирование к примеру увидели вольтсмана или шаломова на телеэкране это тоже работает но вы во-первых вбейте в поисковик скольким бабкам и шаманам каждый из них мотается чтобы сняли с них эту вину плюс во-вторых присмотритесь сколько на экране не президент появляется его двойник потом тройник так как двойнику плохо потом становится далее четверник почему так они боятся тех кого слышит вселенная четвертый момент как убрать зло которое насылает на вас и перенаправить его недоброжелателю тут мы вам рекомендуем канал эль гения девятьярова к слову до фильма жени весь негатив который нам шлют мы его не принимаем пусть эта беда возвращается к тому кто нам ее желал ссылка на канал жени будет в описании всем салют с вами был голос паша лобанова и слова от пули снегопада друзья мои хорошие всем желаю блага мира и любви домам вашим семьям вашим обещанная тема касательно проклятий тема конечно обширная может быть в один ролик уложусь может быть в несколько но по сути это очень интересная глубокая тема и на самом деле все не так как мы видим и представляем в этом мире наверное все вы замечали в этом мире что злые люди обманщики люди которые служат тьме давайте так подчеркнем они живут лучше чем простые добрые светлые люди то есть всегда когда что-то происходит обычно все говорят вот хороший добрый человек почему это с ним произошло что приключилось или вот ты смотришь на свою жизнь да ты всем людям всегда делаешь добро ты последний кусок хлеба готов отдать или последнюю рубаху а у тебя часто возникают какое-то зло какая-то подавленность причем ты видишь что твои враги реальные враги которые в принципе на пустом месте становятся твоими врагами ты не причинял им вреда не делал им ущерба никакого но они просто становятся врагами твои близкие люди твой друг брат сват напарник по работе или допустим по бизнесу да к примеру ты вот с близким тебе человеком начал бизнес да у вас были дружеские отношения все было хорошо а потом бац тебя друг твой кинул на деньги все или тебя кинули на имущество и ты смотришь эти люди до которые тебе вред причинили у них все классно в жизни или те кто тебя проклинает желает тебе зла изрыгает в твой адрес проклятие унижение желает тебе там сдохнуть как говорится да побыстрее да ты смотришь ты от этих людей да ну ты считаешь я же хороший добрый светлый и как нас учили молитесь за обижающих вас да как еще говорили благословляйте врагов ваших да и ты смотришь ты благословляешь своих врагов молишься ты прощаешь своих врагов и ты смотришь что твои враги они процветают у них жизни все классно вот а ты сидишь одним местом сзади задницей короче в луже у тебя нет настроения у тебя какие-то депрессники они твои враги смотришь ты за них молишься благословляешь и как-то мучат господь отомстит ты главное отдай господу и молись за них прощая их и благословляя их и вот ты в таком состоянии находишься проклинающие тебя процветают а ты молящийся за них и благословляющий их разбиты а вот фишка то как раз таки и заключается вот в этом зазеркальном перевернутом восприятие и проблема в том что ты вместо того чтобы отвергать все их проклятия и возвращать им все зло ты его принимаешь смиренно на и говоришь ну я прощаю вас враги мои там да благословит вас господь бог и ты не представляешь что ты тем самым разрушаешь свою собственную жизнь около десяти месяцев назад со мной произошли колоссальные перемены те кто на протяжении года следит за информацией которую я излагаю она переворачивает умы и сознание людей и это перевернуло и мое сознание осознанность и вот на протяжении десяти месяцев плюс-минус на меня идет страшнейшая атака особенно первые полгода обычный нар обычно и ну нормальный условно говоря человек ну такого бы не выдержал я это осознаю я смотрю на все со стороны обычный человек такого такой травли в интернете не выдержал бы просто не выдержал бы в некоторых моментах давление на меня от так называемых не буду их называть верующими людьми и даже христианами потому что христиан на самом деле верующих очень много чистых прозрачных добрых и прекрасных людей их много они по всему миру но они есть они есть это правда поэтому буду говорить другие таких вот негодных людях сектанты вот это им наиболее подойдет или сатанисты могу их назвать которые прикрываясь верой в бога библии по сути творят беззаконие и вы знаете что в сектах таких очень много очень много и вот первые полгода на меня страшный натиск шоу страшное такое духовное давление которое я за 20 лет будучи пастором не переживал да хотя были на меня всякие давления нападки со стороны верующих тех же да ну в тех кругах где я проповедовал служил обычные грешники никогда мне вреда никакого не делали просто по факту а вот от своих по вере это были действительно страшные вещи на самом деле вот и вот первые полгода было мощнейшее давление на душу мою да там клевета проклятия угрозы там много много чего было и я не понимал что с этим еще делать то есть я не знал я понимал что у меня есть сила есть энергия до данная мне матерью моей любовью небесная отторгать это но временами давление так нахлынула что у меня несколько раз подымалась давление представьте и вот я чувствую что вот аж мутно мутно муторно становилась иногда на душе особенно когда первые несколько месяцев на жену мою двигались в социальных сетях там страшные вещи творились я примерно за все это время ну наверно около двух тысяч человек ну я так подозреваю точно тысячи две наверно точно в бан загнал почему потому что все эти люди вот просто излучали зло 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 проклятие страх его знаете вот это как как аура пыталась образовываться вокруг меня и вот дошло уже до того вот объяснить человеческим языком что тебе мусор уже так подвалили под твой забор что вот он уже тебе в окна и в двери подпирает но ты понимаешь что он ну он в душу то твою не войдет но ты видишь что мусора тебе несут на тебя несут и ролики на меня штамповали до сих пор штампуют издеваются по всячески оскорбляют и так далее и все это пытается к тебе припечататься я не знал что с этим делать не знал как это все разгребать и просто спросил у бога задал вопрос что с этим делать и получил для себя вполне приемлемый твердый ответ отдавай им это обратно то есть те проклятия которые они весь негатив пытаются навешать на тебя эти проклятие нужно им возвращать во первых давайте поймем ты и ты должен понять что ты это жизнь жизнь пришедшая света у тебя нету ничего драгоценнее чем твоя собственная жизнь и всякий человек который посягает на твою жизнь пытаясь проклят твою жизнь запугивая там всякими анафемами там адом страхом болезнями карами небесными сумасшествием то есть они посылают вам все вот это проклятие анафемы сумасшествия обвинения они вам пишут или говорят вы скоро умрете и бог будет вас бить наказывать да таким как вы жить осталось нам единицы вы преступники там демоны ну по всякому да там вы там приступили там законы божьи так называемые да там и так далее это вот эти про проклятия проклятия причем ты лично этим людям никакого вреда вообще не делал и не наносил вот я я проповедую любовь и свет я никому не несу вред я только лишь показываю некоторые принципы которые я увидел и помогаю людям приходить к осознанности их души потому что моя душа пришла к осознанности процессов которые происходят и внутри меня и во внешнем мире так вот смотрите ни один человек не имеет права лишать вас самого драгоценного или тем или иным способом причинять ущерб вашей душе все вот эти вещи болезни проклятия страхи приходили в вашу жизнь только на добровольном основании еще раз говорю ваши враги процветают а вы начинаете болеть страдать у вас стресса у вас болезни на нервной почве упадок сил после всего этого они процветают а вы а вы сидите прощаете их благословляете и молитесь за них это величайший обман и величайшая ошибка потому что вы незаслуженно принимаете добровольно доброохотно вы принимаете это зло и проклятие от этих людей поэтому что вы делаете во первых вы должны осознать мы сейчас говорим о передаче проклятий тем от кого они пришли то есть вы не должны проклятие и запугивание в свой адрес принимать к своему сердцу вы должны возвращать врагов своих надо проклинать правильно и отдавать им только то что им принадлежит самое первое что я понял для себя я никогда никому не буду причинять ущерба потому что это во-первых портит карму и энергетику нельзя ни одному живому существу если она не угрожает твоей личной безопасности жизни нельзя ни одному живому существу причинять ущерб это портит лично твою карму и твою энергетику это мешает тебе и помешает в будущем развиваться и прогрессировать до уровня светлых богов до высшего уровня это это конкретно если ты причиняешь ущерб кому-то из людей просто потому что тебе кто-то не нравится или ты с кем-то не согласен в чем-то если ты делаешь им ущерб пытаешься как-то их разбить морально духовно причинить им боль страдания довести их там до нервного срыва то ты совершаешь кармическое преступление для себя лично и это тебе помешает и это к тебе вернется тем более вернется если этот человек понимает принципы как это все работает а если он тебе обратно твою посылку отправят то будь уверен все на твою голову возвращается никогда нельзя человеку причинять вред никогда нельзя людей надо любить тебя никто не проклинает и ты никого никогда не проклинает дальше допустим вот он человек твой враг да ты ему не враг он с чего-то вдруг сделал тебя своим врагом вот он тебя ненавидит по своим каким-то причинам ему там не нравится что у тебя к примеру зарплата больше чем у него или жена у тебя красивее чем у него или ему не нравится твое мировоззрение мироощущения и вот он начинает использовать все вот эти проклятья вот эти учения свои чтобы тебя ломать то есть этот человек причиняет тебе вред ущерб что ты делаешь во первых ты как осознанная душа а тебе сердце подскажет как действовать в этом смысле ты как осознанная душа во первых ты говоришь сам себе и ты должен что делать вот как зеркало что он и делает когда солнечные лучи на него попадают она отражает от чего получается солнечный зайчик поэтому когда в твой адрес ты ощущаешь на энергетическом уровне что идет какое-то давление да вот издалека подходит ты понимаешь что идет какое-то навязывание депрессника страхов болезни какой-то чем бы это ни было да что ты делаешь ты внутренне должен осознать что ты живая душа свободная во вселенной и ничего твою душу не может поразить не может причинить никакого ущерба без твоего на то согласия запомните что даже вот эта нечисть она соблюдает и знает эти кармические законы они не хотят сильно усугублять свою карму поэтому все они разработали используя принцип доброй и свободной воли понимаете то есть в любую секту как ты попадаешь насильно ни один человек все кто не попадет в секту попадают все добровольно а вот выйти из секты добровольно не получится будут угрозы в твой адрес будут проклятия запугивания и так далее то есть там на тебе используют все зло все рычаги давления и манипуляции кто выходил из секты те знают о чем я говорю то есть сектанты группируясь будут проклинать вас своими молитвами это факт факт к примеру вся библия не вся но очень много в библии там десятки мест псалмов в книгах других пророков конкретные проклятия анафемы всякие там отлучения запугивания они манипулируют что кровь христа снимут с тебя отдадут тебя в руки дьяволу вы понимаете когда человек такой секте находится он морально психически психологически от этого зависит и вот сектанты используют все эти вещи для того чтобы впоследствии вот эту психо энергию да они все они там собираются в свой кружок и начинают направлять вот эту психоэнергию своему хозяину да там порази его накажи его верни его болезнями его я же знаю как сектах молятся и я это видел неоднократно своими глазами и слышал своими ушами и в некоторых случаях было дело за 20 лет и сам попадал под такую волну и молился нет нет такими же молитвами там чтобы там какая-то паршивая овца вернулась в стадо там через тернию волчицы болезни как мы говорили уйдешь от стада болезни придут дьявол там ну и через болезни все на самом деле ты направляешь вот эту энергию на поражение внутреннего человека который там перестал ходить в церковь или не согласен или как их называют бунтари поэтому смотри когда вот эта волна двигается ты осознанная душа ты говоришь я осознанная душа я отвергаю и отрицаю все зло все проклятия всю нечистоту которую вы мне передаете и неважно из какого человека с какого источника это волна идет вы что делаете вы отвергаете во первых и во вторых вы проклинаете врага не своим каким-то проклятием а наоборот вы его собственное проклятие возвращаете ему это правильный принцип вы не свое проклятие ему даете мы никогда не должны проклинать не ни одного из людей никому мы ущерб не причиняем то есть когда кто-то мне посылает проклятие негатив как посылка пришла да и у тебя вопрос сразу принять эту посылку либо отвергнуть посылку правильно вот тебе в почтовый ящик пришла посылка либо ты ее принимаешь и все что в ней написано либо отвергаешь так и все вот эти их не и молитвы проклятия так называемые запугивания все эти интриги это посылки которые они тебе присылают и если ты соглашаешься с этой посылкой принимаешь ее и начинаешь ну я прощаю там и так далее ребята ничего не работает это обязательно поразить тебя духовной энергетически я часто не понимал после таких людей у меня хоть я и всегда считал себя твердым и закаленным таким знаете служителям проповедника после некоторых таких так скажем духовных перепалок с некоторыми сущностями демоническими на три дня на неделю на месяц представьте меня духовно поражали и я не знал как поступить как стрелы вонзались в мою спину как стрелы реально вот их слова учения вот эти их молитвы проклятующее реально как стрелы вонзались спину я бывала на целый месяц служение оставлял ну людям да просто меня ранили очень сильно я просто не знал как с этим а по факту имя иисуса там кровь иисуса как раньше она ничего не работает и ты там лежишь три дня неделю все тебя духовно поразили я не понимал принципы как это работает сейчас я понимаю надо брать и отправлять им то что им принадлежит и и на тебе не будет никакой вины никакой негативной кармы на тебе за это не будет ты не свое проклятье еще раз говорю отдаешь людям даешь и посылаешь ты их проклятие которые они тебе прислали отдаешь и то есть ну возьмем такой пример вот они тебе прислали посылку да в ней там яд символично говоря трава ты что делаешь ты не принимаешь ты говоришь я это не принимаю я осознанная душа я отвергаю и что делаешь я отдаю вам обратно все что вы написали в своей посылке условно говоря проклятие мне жене детям там семье моей работе моей там запугиваете меня там значит что меня шизофрения болезни постигнут ты говоришь просто не бойся ты душа осознанная ты говоришь или вслух это произносишь в их сторону или в глубине сердца своего то есть ты вот этот ставишь отражатель внутренне до виде своей осознанности души и ты как зеркалом обратно им отправляешь ты говоришь это не мое это ваше к примеру если моей жене писали пишут нам и тут даже есть такие у тебя девятьяров твой муж сошел с ума это у него шизофрения и так далее знаете вот это мерзости да что я делаю я беру вот это проклятие и отправляю тому кто его прислал в мой адрес но на имя моей жены то есть я отправляю обратно это проклятие я просто отправляю это проклятие возвращается в дом этой женщине на голову ее мужа то есть проклятие сумасшествия шизофрении сбудется в ее мужа почему потому что я эти посылки не принимаю и так я на всех людей которые желают мне болезни смерти я им всем просто обратно отсылаю их рассылки их посылки их вот эти месседжи в их дома в их семьи на их головы на их жен на их детей я не свое проклятие им даю я их проклятие возвращаю им и на них их проклятие почему они вышли из их уст они вышли из их сердца вышли из их сердца и они их проклятие они полетели в мой адрес а я раз ну грубо говоря поставил щит назад проклятие каждому хозяину каждое слово каждая мысль каждая молитва проклятие каждое пожелание мне побыстрее там загнуться заболеть умереть я всем возвращаю обратно это ваши ваши слова они вышли из вашего сердца эта энергия смерти вышла из их сердца не из моего из их из сердца врагов моих и я их слова несущую себе энергию смерти которые они пытаются вонзать как стрелы в мою душу я им обратно отправляю их проклятие обратно поэтому все мои враги поражаются проклятиями шизофрении болезнями смертями у них рушится бизнес у них у них разваливаются все то есть кто желает чтобы моя семья развалилась я их слова отправляю им их семьи пусть рушатся пусть они помирают пусть они гниют заживо вот все что обещали мне я образно договорю я отдаю им им потому что это не мое мне это не принадлежит я живу в круге любви и света я осознанная душа я от бога пришел я иду к богу я развиваюсь свете и вот когда я стал это использовать да когда я стал это использовать вы не представляете вот это ощущение давления которые они мне постоянно присылали оно ушло я просто понял да это не мое это их месседжи посылки я им обратно забирайте себе забирайте мне легче стало я понимаю что я как душа чистая перед своей совестью перед своим отцом небесным и матерью любовью я чист вот таким образом мы отправляем проклятие нашим врагам обратно понимаете но смотрите если вы там пытаетесь там кто-то вам что-то не нравится или там какая-то мелочь кто-то что-то сказал вам там такое и вы начинаете там проклинать там человека то бойтесь ребята потому что вы причиняете ущерб живому человеку живой душе этого делать нельзя нельзя причинять ущерба можно только защищаться защищаться отправляя врагам их проклятие обратно на их головы на их плечи на их дома на все понимаете если они проклинают тебя в работе твоей отправляй им их посылку обратно обратно отправляй она подписана их именем она произнесена их языком вот и отправляй назад адресату не принимай в руки их посылки отдавай им и ты увидишь как у них начнут рушится их работа бизнес и они просто начнут загинаться загинаться от своего зла это и будет им наказание бумеранг карма прям при их жизни их будет постигать а ты останешься чистой почему ты защищаешься ты не нападаешь ты никому не желаешь зла но просто ты зло отправляешь назад тому из кого оно пришло так что на этом друзья все продолжение будут с богом